всем доброе утро дорогие друзья начинаю готовить завтрак и как всегда с вами делюсь что мы кушаем на завтрак что и готовлю для себя для своей семьи сегодня у нас на завтрак будут вот такие вот тосты это цельнозерновой черный хлеб с семечками очень вкусный дальше на него я намазываю вот такой вот банфеста творожный сыр он без всяких там есть со вкусами у меня без вкуса вот такой просто крем-чиз очень вкусно очень нежный дальше я уже положила половинку авокадо сверху просто достал ложечкой и сейчас я все это буду поливать лимонным соком сверху солить перчить и добавлять кунжутные вот такие вот семечки и сверху также будет еще немножечко зелени ну что вы такой вот замечательный очень вкусный очень полезный завтрак у нас получился мы уже будем садиться завтракать желаю вам хорошего дня и приятного просмотра этого влога ну что друзья вот и готов наш замечательный ужин рассказываю вам что же это был за рецепт рецепт очень простой я думаю что многие хозяйки знают просто берете отвариваете овощи протушиваете точнее да это стручковая фасоль это брокколи это кукуруза это красный перчик грибочки шампиньоны и далее немного отвариваете пасту у меня вот такие бантики вот и когда это уже все такое паста на полуготовности все это вместе смешиваете в сковородке протушиваете все это вместе добавляете приправы по вкусу как вы любите и за пять минут до готовности добавляете сметаны получается все вот так вот очень очень вкусненько вот а еще знаете как я делаю сейчас вам тоже расскажу я иногда вот когда все уже такое полуготовая я просто все это смешиваю до овощи вместе с полуготовой пастой кладу в силиконовую форму заливаю немного сметаной добавляю тертый сыр сверху и запекаю духовке минут на 20-25 получается просто супер вот так что вам такой вот новый рецептик на заметку очень вкусно вот и не забывайте то что в период такой вот вирусный желательно отказаться от мясных продуктов если вдруг вы их еще употребляете вот больше старайтесь включать свой рацион именно овощей особенно на ужин вот прям нельзя вот ну а мы мясо не едим мы всегда в принципе питаемся вот так вот получается такая большая порция на двоих человек очень-очень классно и очень вкусно все садимся кушать всем еще раз приветик сейчас пришел мой заказик новые книги и покажу вам что же я заказала заказала силу позитивного мышления вот эту книгу использую энергию подсознания для счастливой жизни и ольгу найденного дорога в подсознание техники практики медитации плюс 21 авторская медитация в подарок обожаю сейчас все что связано с медитацией буквально недавно я закончил курс в академии посвященной медитации очень много чего для себя открыла поэтому для меня такие книги очень-очень актуальны вот так что буду читать потом обязательно с вами поделюсь впечатлениями про эти две книги нам было сегодня свои кисточки они вот стоят сушится это такие кисти для ежедневного использования то чем я пользуюсь абсолютно каждый день и сейчас я мою их при помощи вот такого вот классного гаджета покупала его заказывала по каталогу oriflame это такая вот терочка для кисточек и мытья кистей вот просто как знаете как на терочку моете эти кисточки очень удобный способ немножко копаю сюда жидкого мыла вот и тру об эту терочку кисточку одевается на пальчики очень удобно вот покажу так вот и второй ручкой трете об эту терочку очень быстро можно отмыть все кисточки обычно у меня занимает неделю трачу около полтора часа на мытью всех своих кистей потому что здесь у меня примерно 20 кисточек тут разные маленьких очень много ну то есть на и на вот помывку только ежедневных кистей у меня уходит где-то наверное полчаса плюс еще есть кисти дополнительные вот поэтому на все про все уходит очень-очень много времени вот это конечно не очень хорошо потому что тратится огромное количество времени вот на все это но кисти нужно мыть от этого как бы никуда не уйдешь поэтому немножко будет посушиться у меня они так вот сейчас каждый день пользуюсь масками увлажняющим обязательно использую вот такой вот последнее время уже заканчиваю осталось буквально на пару применений это корейская марка соем хорошая маска но она не бюджетная на стоит там времени 20 долларов я ее брала маленький объем но она очень такая прикольная гелевая маска пахнет яблоком хорошо в принципе увлажняет если использовать ее каждый день вот а искрен кремов у меня кстати закончился вот такой вот от dsm это монплатин крем увлажняющий для лица это профессиональная марка моего платья не думаю что вы знаете на продается в аптеках вот он у меня уже закончился сегодня думаю что последний день я его использую и уже выкину вот приветик показываю свой такой перекусик сегодняшний это хлеб из цельнозерновой муки с семечками очень вкусненький наверху у меня творожный сыр мягенький и авокадик 1 кода ушла сюда немножко украсила зеленью помидорками черри обожаю накупила сейчас себе опять авокадо и кушаю кстати очень бюджетно стоит авокадо сейчас один килограмм стоит 11 рублей это 5 долларов и за 5 долларов можно купить 45 авокадо так что это даже дешевле чем в турции если честно даже получается одинаковая цена поэтому сейчас очень выгодно покупать в беларуси за счет того что очень сильно упал точнее вырос белорусский рубль вот поэтому вообще в долларах все очень стало выгодно приобретать если у вас зарплата в долларах то вы очень везучий человек вот но сейчас кстати у многих зарплаты в долларах вот у меня почти у всех девяносто девять процентов друзей естественно зарплаты в долларах только кто работает на государственных работах ну там конечно белорусских рублях поэтому огромные плюсы работать в частных компаниях то что там зарплаты в долларах вот и кстати покупал вот это вино щас вам покажу розовенькая недавно очень вкусненько но так что советую хорошие такое вино вот так вот называется розовая по моему полусухой она была очень приятное вино мне такие вина нравится стоило где-то в районе 10 долларов за бутылку то есть принципе такая цена приемлемая можно брать вот и кстати единорог очень красиво вписался в интерьер очень симпатичный такой единорожка так вот вам покажу очень мне понравился приятный такой так что приятного мне аппетита буду кушать и вот такой вот красивый у меня чехол появился на телефончик на мой 11 айфон вот с такой красивый филевой башни потрясающей блондинкой очень классный это новый проект моих друзей их такой бизнес вот занимаются не сейчас чехлами и делают очень качественно чехлы здесь имеет бортик такой знаете то есть когда вы одеваете на iphone у вас есть тут небольшой как будто бортик очень хорошо защищает при падениях и можно будет выбрать различные вот картинки в основу это конечно все девушки есть у нас еще цветочки красиво очень корзины с такими модными цветами но основном все рисунки это девушки блондинки брюнетки можно выбрать по вкусу я себе выбрала конечно же блондинку очень красиво смотрится чехол очень качественный так что я оставлю внизу электронную почту по которой можно будет заказать вам тоже такой чехольчик стоимость у него невысокая абсолютно адекватное данное данному качеству и здесь он такой получается рисунок прям плотненький плотненький он не стирается из такие рисунки которые стираются у меня были такие чехлы а он прям очень хорошо плотно нанесен вот такая картинка прям она глянцевая видите очень качественная в общем очень красиво сделано так что вам оставлю почту вы на свои телефончики тоже сможете заказать вот потрясающий чехол сейчас его просто одену и буду наслаждаться очень очень красиво смотрится сегодня у меня день покраски волос уже очень сильно отросли корни так что буду дома красить волосы красить брови вот сейчас позанималась зумбой вообще обожаю зумбу когда я занимаюсь дома зума у меня такое хорошее настроение просто потрясающе вот сейчас у нас пол шестого вечера я на самом деле только позавтракал и позанималась зумбой вот потому что я очень поздно встаю просто живу немножко по другому графику не могу сказать что поздно стою потому что я ложусь 67 утра и встаю где-то в 2-3 часа дня соответственно у меня завтрак происходит где-то в 4 часа дня вот ну и так распределяется мой жизненный график вот так что сейчас я пойду украсить волосы красить брови покажу вам чем буду сегодня краситься и покажу вам результат краску для волос буду сегодня использовать вот такую волотон 12-1 у меня сейчас несколько видов красок есть лореаль волотон и полет вот решил использовать волотон сегодня 12-1 я уже на самом деле очень много лет не красила с волотоном потому что я красилась когда я в турции всегда только плиты использую и потом я также в турции перешла на лореаль потому что волотон 12-1 я не могла найти в турции вот в 120 продается но она такая знаете то есть это как бы как можешь сказать просто осветлитель то есть она не дает пепельного оттенка а именно 12-1 она очень красивая пепельная вот так что раньше когда я пользовалась мне было очень красивый такой такой пепельно-седой оттенок очень люблю ее на холодные бланды вот и ну посмотрим сегодня не знаю что получится потому что сейчас у меня другая база на волосах да Да, и, соответственно, как бы не знаю, какой будет оттенок, что получится. И я не крашу все волосы, как мне многие вот спрашивают. Никогда не крашу все волосы, я крашу только корни. И затем за 5 минут до окончания смытия краски я просто немножечко краску протягиваю по всем волосам, чтобы как бы немножко волосы затонировать и чтобы они были примерно одного все оттенка. Вот, так что сегодня поступим так же. Ну и для бровей я всегда использую вот эту красочку Reflectocil 3.1. Очень классный оттенок, который подходит и блондинкам, и шатенкам, и темненьким.